85-летняя пенсионерка Нина Гордиенко с улыбкой встречает гостей. Волонтеров ждала по нескольким причинам. Рассказывает, что с конца марта не выходила на улицу, ведь она ответственно подходит к своему здоровью, а потому тщательно соблюдает все необходимые меры безопасности. Волонтеры тоже не забывают о правилах и приходят на помощь в полной боевой. Маска, перчатки и антисептик – три составляющие, которые обязательно должны быть при посещении пожилых людей. Привыкшая к чистоте и уюту Нина Гордиенко не может самостоятельно привести квартиру в порядок. Влияет возраст и здоровье. А вот для волонтеров уборка квартиры не заняла много сил и времени. Они вымыли окна, протерли пыль и выбили ковры. Мы сюда приехали помочь одной пожилой женщине. Помогаем ей с уборкой. Мне кажется, что мы ее делаем, для нее это будет легче. Пожилые люди, они уже в возрасте. У некоторых даже есть проблемы со здоровьем, то есть им сложно делать такую же хозяйственную, и для того и нужны волонтеры, чтобы помогать, убирать. Где-то даже с ними посидеть, чтобы мне было скучно. Они приходят, поздороваются, ну и говорю. Ну они же знают, чего идут, или я знаю. Я говорю, я же все подготовлю. Все всегда четко, все. Даю деньги, принесут мне эти продукты, и значи дают, и чек. Все четко, никаких. Как бы ни на что не жалуюсь. Во все точно, что я напишу, они все проносят. Безвозмездная акция «Неделя доброты» имеет емкое название, которое хорошо описывает работу волонтеров. Они совершают добрые поступки, помогают в благоустройстве приусадебных территорий, высадке цветников, колке дров, а также в уборке квартир и домов. Активисты говорят, что смогут помочь нуждающимся по мере своих возможностей. В городе Бресте стартует благотворительное мероприятие «Неделя добра». В рамках республиканского круглогодичного проекта мы выбираем помощь пожилым людям. В рамках «Недели добра» волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают одиноким и одинокопроживающим пенсионерам в уборке квартир, в уборке наведения порядка на приусадебных участках, если кому-то нужна помощь, поколоть дрова, что-то убрать. Мы тебе все помогаем. Любой пожилой человек может обратиться за помощью, позвонив на молодежные горячие линии и в территориальные центры социального обслуживания населения на местах. Поступившие заявки участники волонтерского движения смогут выполнить в ближайшее время.